Был предложение обсудить текущую ситуацию и в целом связанную с футболом по названию футбольного клуба есть очень много вопросов. Поэтому у нас никаких секретов от вас нет. Мы готовы выслушать все ваши предложения, но в то же самое время хочу сразу отметить, что некоторые из них, к сожалению, являются невыполнимыми, насколько меня проинформировали. Поэтому сейчас мы давайте разберемся с вами, что мы можем делать, что не можем. Первое, что все отметим, футбол в городе должен быть. Футбол должен быть на том уровне, на котором он был. Чтобы не просто существовали на бумаге, что есть команда, как и в некоторых других районах. А нам нужна команда, которая должна по своим результатам находиться среди лидеров. Мы можем сейчас загадывать. Будет это первое место, второе или третье, но точно она должна быть в топе. То есть это мое понимание. Я думаю, вы с этим согласитесь. Сейчас два года, как бренд Олимпия свободен. Он никаких... Нет, если по закону, почему тут претензии Киселева, Коль? Если делали запросы... Я забыл, как это агентство называется. AGP. AGP, так? А что нам дает, объясните мне, что нам дает... Сегодня общественная организация вообще называется Бельчанка. Насколько я знаю, у кого есть документы общественной организации. А что нам дает в сути вопроса? Это Заря, это Олимпия, это Левка Бельца. Что мы от этого прыгаем или выигаем? Ну, ребят, говорят, история есть. Венагердович, можно... У нас есть маленькие подарочки для вас. Мы готовы еще дискуссировать. Это наши... Одни из первых шарфов. Мы называем нас Россором, да? Которые связывают историю самой команды, да? Когда начинали все. И мы... Почему мы хотим вообще встретить по поводу нашей Олимпии? Ну, это наша история, которая, допустим, ФК Бельца, да? Но мы не какие-то гладианы, чтобы нас связывали, как ФК-гладианы. Мы более серьезные типы. И у нас есть... А, сервис, название? И у нас есть... И у нас есть... Это вам на память. И у нас есть... Да, просто грязная чернила. Вы не подумайте, что она грязная. Мы только и сделали. Это еще, когда... Наша тоже история. ФКБ Ультрас. И с Либертипом, да, Лига Европы. Вот это... Оно чистое. И для Николая Николаевича, он тоже есть Маленький Господарович. Спасибо. Более чудесно. Спасибо. Ребят, значит, окей, смотрите. Вот вы все связаны с футболом всю свою сознательную жизнь. Кто-то больше лет, кто-то меньше лет. Я хочу слышать вашу... Молодежь высказала свое предложение касаемо Олимпии, да? Согласно тому, что я вижу, как бы название сегодня свободно, как бы Олимпия. Вы все хотите Олимпию. Или давайте будем нажимать мудрика и возвращаем в зарю. Или рассматриваться название нашего города. Я не согласен с позицией, что мы какие-то гладяны. Слушай, клуб названия города, а не название собаки возле Племарии. Понимаешь, как бы... Ну, какая-то сутка Барселона получается. А? Какая-то сутка Барселона, да. Какая-то сутка Рома. Тоже получается такое колхозное название. Ну да, как бы, понимаешь, то есть название города это не самое страшное. Я когда ввел в соцсетях негатив, что это название... Если бы мы взяли название соседнего города, я бы понял. А так, название нашего города... Ренат Георгиевич, да. Источальный был клуб создан в городе Пельцев, он назывался Зерёк. Да. А потом, когда Перестойка прошла, Перестойка переименовали уже более на Молдавский лад, да? Да, и назвали Олимпию. Да. А потом, когда мы уже вернулись в город, уже... Ну, проблем... Да, была проблема с Олимпией, потому что Лёв хотел... Ребят, хотел за бренд какую-то сумму денег, это известно, всё, то есть отошли от этого, всё. Вы как бы взяли опять возразили, возродили из Зерёка. Я возродил то, что предложили вы тогда, когда это было предложение тоже от Моледии назвать. Если сейчас нет возможности, и речь не идёт о том, чтобы любыми путями, то есть рассчитаться с мудриком, с футболистом и оставить Зерёк. Нет, меня другое задело, что они говорят, ты нам отдай то, что ты нам не должен, ты нам отдай задехи. И тогда мы отдадим, и мы говорим, слушай, вы что, мне даёте команду? Вы возвращаете команду городу, и за столько лет надо иметь какую-то совесть, когда все заработали, всё своё получили, а потом начинается старая песня. Я перебью, значит, вы понимали, никаких долгов, насколько мне объяснили юристы, перед этими людьми нет. Это всё сделано под какими-то печатями, чтобы вы понимали. Уже кто делал это там, не наш, вопрос и сам факт, что сегодня, давайте вместе, есть ещё одно предложение. Естественно, лучше бы всего для нас сегодня было, это если найти какое-то мирное разрешение вопроса с тем же мудриком и компанией, да? И очень плохо, что не пригласили сегодня его сюда, ну, потому что, чтобы вы задавали вопросы, потому что сегодня, вы понимаете, там не просят деньги, как за завод, но просят деньги, которые, как бы, я не должен. Мне не нравится, как ставится вопрос, хочешь жить спокойно, ты нам отдай, мы там городу вернём. Ну, тут вопрос даже не сумма, а принципы, знаешь, что значит ты должен, если бы я должен был, я бы отдал, понимаете, вопрос, что из-за их внутренних каких-то там разногласий и так далее. Хочешь иметь команду в городе, возьми с нами, рассчитайся здесь. Может, встретимся с ним, потому что, да, команда, во-первых, с этим названием, она, скажем так, возродилась с 15-го года, активно участвовала, да, были моменты и похуже, но ничего не менять, и у нас автоматически не будет никаких разногласий касаемо. Есть проблема, которую они подали всё в УЕФА, вот там проблема. Она всё сегодня на устах УЕФА, но даже не в Молдавии решается. То, что они нам говорят, что вот они нам, вы нам отдадите, а потом мы вам вернём. А где гарантия того, что завтра не придёт ещё кто-то за долгами? Мы же не знаем всю сумму долгов. Как создавалось название «Олимпия»? И если я вам сейчас расскажу, будет смешно. Когда-то работал Балан Михаил Глёвич в спортсмене. И я, когда я пришёл к футболу, я заинтересовался, почему именно «Олимпия»? Потому что у нас нет уже, у нас не Греция. И сказали, что он просто был на Олимпийских играх в Греции, ему очень там понравилось. И поэтому он назвал эту команду «Олимпия». Но если разобраться, то «Олимпия» никакого отношения к нашему городу нет, не имеет. И ещё, Валера, именно тебе говорю. Когда «Зая» была, только появилось название, Валерички тоже были профи. Но потом «Зая» стала играть хорошо, вышли в Евроклубок, и «Зая» стала брендом. А если я сейчас создаст футбольный клуб «Беллс», это продукт лучшей «Зари», и вы забудете про «Зари» и про «Олимпию». И скажете «Молодец», и раз Греция вы создали. Спасибо вам. Это будет моя открытая просьба к бельским экономическим агентам. Давайте реально говорить. Потому что я понимаю, что всем было очень здорово, когда привыкли, что баскетбол – это Ренат Тусат, и футбол – это опять Ренат Тусат. И мальчик, и танцы тоже я. И так далее. Но сегодня есть люди в городе, для которых не проблема. Для одного экономического агента – 500 евро. Это же городская команда, это же не команда нашей партии и так далее. Понимаете? То есть это люди, которые должны иметь доступ и смотреть, как тратятся деньги. То есть должны иметь доступ к финансовой документации и так далее. И тут у меня будет просьба и к вам. Потому что я их буду просить и на встречах, и могу сделать открытое обращение на БТВ. Но вот здесь нужны вы. Потому что вы поймите, чем больше будет денег в клубе, это ни для кого не новость, тем больше можно будет говорить о серьезных результатах. Можно же просто существовать, можно просто играть, можно всегда побеждать. И вы понимаете, что это упирается только в деньги. То есть это не упирается, да, бывает, фарт и так далее. Но тут какой есть бюджет на игроков, такие результаты мы как бы и видим. И тут надо будет серьезно включаться. Потому что вы понимаете, что сегодня все-таки город Бельце – второй город в стране. И есть сегодня, поверьте, тех 100 экономических агентов, 100, где кто-то может 8 тысяч рублей в месяц, а поверьте, есть такие экономические агенты, которые могут 50 тысяч рублей в месяц перечислять. Я же не знаю, чтобы они перечисляли мне там или на премарию, понимаете, то есть на футболе клуб. Вся информация о этих компаниях должна висеть на сайте, что вот эта компания дает столько-то, этот дает столько-то. И тут нужно будет тоже ваше участие, не только в названии. Мне не нужна команда Рената Усатова. Я хочу здоровую команду, которая останется в истории города навсегда, как команда, которая реально достигает каких-то результатов. Я буду двигаться, значит, все по названию как бы решили, и в ближайшее время, как будет понятна ситуация, вот до пятницы будет понятно, мы обязательно вас оповесим. Самое главное, понимаете, никто против вас не идет, но это должен идти сам против себя, я же не идиот. Поэтому есть мнение по Олимпии. Хотите Олимпию, значит, будем пробовать, чтобы это было Олимпия. Не дай Бог, не повысит, ну тогда извините, но пойдем так, как мы можем, чтобы не потерять год. Вот и все.